Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Сотни страниц лжи. В стенах российского суда звучит приговор Надежде Савченко. Что дальше? Исчезновение со многими неизвестными. Анатолий Матиус утверждает, что похищенный адвокат ГРУшников в Украине. Люстрируй осторожно, чем украинский закон о люстрации снова разочаровал Венецианскую комиссию. Бремя привилегий. Лишат ли немецких депутатов неприкосновенности после нарко-скандала в Бундестаге? Финал суда над Надеждой Савченко. В Донецке Ростовской области оглашают приговор украинской летчицы. Какие шаги Надежда предпримет после того, как вердикт озвучат полностью? Со всеми подробностями наш корреспондент Данил Русаков. До самой важной резолютивной части приговора тройка судей Донецкого горсуда сегодня так и не добралась. Местная эфемида осилила лишь половину из двухсот страниц этого документа. Оглашать решение продолжат завтра. Тогда же выяснится, удовлетворят ли просьбу прокуратуры, которая в прениях запросила для Надежды Савченко 23 года колонии общего режима. Но по словам близких, они готовы к любому вердикту. 20, 23, 25, кто сколько там скажет. Но тут не важно, но этих еще рик, мы бы не заспокоились. Надежда еще раз подчеркнула апелляцию. Подавать не собирается. Сразу после окончания двухдневного чтения уходит на сухую голодовку. Мы общались с Надеждой, потому что ей этот приговор не интересен. Она считает этот суд абсолютной пустышкой, судилищем и не имеющим ничего общего с правосудием. Она уверена, что тот уровень поддержки в мире, связанный с ней, неизбежно должен привести к ее освобождению. Косвенно об освобождении заложницы говорил и глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Он заявил, после оглашения приговора Надежду Савченко могут обменять. Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цыголко, который сегодня приехал в Ростовский Донецк, тоже говорил о Минских соглашениях. В результате Россия должна выполнять минские договоренности. За минскими договоренностями Надя Савченко должна быть дома, живой. Так же, как Олег Сенцов. Так же, как и все другие, которые незаконно засудены тут, в России. Поддержать Надежду Савченко приехали украинские парламентарии, европейские дипломаты и даже гражданские активисты из Москвы. Они хотели подарить матери украинской летчице цветы, но Мария Савченко на суд не приехала. Слова поддержки и букет они передали через сестру Наде, Веру. Мы приехали из Москвы. Я мама, у меня трое детей. И я сегодня приехала, я хочу подарить, мы хотим подарить цветы маме Надежды Савченко. Замечательная Мария, которая выросла, воспитала таких замечательных девочек, дочерей, истинных дочерей своего народа. До следующего судебного заседания остается ровно 13 часов. Последствия решения, принятого где-то на краю России, в Ростовском Донецке, грозят оказаться очень масштабными. Санкционные списки по делу Надежды Савченко уже подготовлены. В ближайшее время их должен рассмотреть Европарламент. Из Ростовской области России Данил Русаков и Виталий Коваленко. Московское бюро телеканала Интер. Не пустили на суд по делу Савченко Ирину Герасченко. Уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе задержали на границе, где она узнала, что въезд в Россию ей запретили на 5 лет. Герасченко якобы угрожает территориальной целостности, обороноспособности России и здоровью ее граждан. МИД Украины уже выразил протест против решения Федерации и потребовал его отмены. Мені вручили ось таке уведомління, що згідно пункту 1 статті 27 закона про въезд и въезд до Російської Федерації, мені заборонено до лютого 2021 року, або я буду каратися також переслідуванням кримінальним. Що дуже цікаво, це чудовий документ, датований 8 березня 2016 року. І так само вони мені не надали цей документ, але передали прикордонникам, мені вдалося його сфотографувати, що вони мене начебто затримали так само 8 березня. Ця ФСБшна провокація направлена на те, щоб в першу чергу відвернути увагу від справи Савченка і взагалі ще раз і ще раз показати такий ляпас всьому світові, нехтуючи дипломатичними правилами. І зразу в нескольких країнах сьогодні в день оглашення приговора прошли митинги в підтримку української літчини. С какими требованиями вышли люди на вулиці сегодня, расскажет наш европейский САПКОР Оксана Кундеренко. Утром почти все европейские медиа облетела молния. Надежду Савченко признали виновной. І через несколько минут опроверження. Судья не оглашав приговор, просто весьма недвузначно сформулировав высказывання. Конфуз дал новий повод для заголовков. Суд над Савченко превращає жертву в преступника. Судья неформально говорить, доказательств для обвинительного приговора достаточно. Процес не соответствует нормам закона? Плевать. В прессе не сомневаются, что украинскую літчицу действительно признают виновной. Это несмотря на многочисленные протесты мировых лидеров. Немецкий МИД в очередной раз заявил, суд идет вразрез с законом. В евроинституциях неоднократно призывали освободить Надежду Савченко без промедлений и условий. ЕС считает, ее незаконное содержание под стражей противоречит минским договоренностям. Американский посол при ООН Саманта Пауэр называла весь судебный процесс фарсом. Правозащитники из международной амнистии, не дожидаясь приговора, требуют повторного рассмотрения дела. Ставя под сомнение действия судьи, который, цитирую, презирает справедливое судопроизводство. А супруга президента Петра Порошенко написала письмо супруге Барака Обамы, взывая к женской солидарности. Скорее всего, вопросы о дальнейшей судьбе Надежды поднимут и в ходе визита госсекретаря Джона Керри в Россию на этой неделе. А пока в столицах разных стран собираются митинги в поддержку Савченко и других политзаключенных. В Вашингтоне вывесили огромный баннер. В Лондоне, Берлине и многих других европейских столицах в эти минуты пикетируют российские посольства. Акции продлятся всю неделю. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен обсудить освобождение Надежды Савченко во время своего визита в Москву 22-23 марта. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle. В столице России у Штайнмайера запланированы переговоры с Лавровым и Медведевым. Будут также обсуждать ситуацию в Украине и в Сирии. Адвоката российского ГРУшника Александрова Юрия Гробовского, возможно, выкрали, но он в Украине. Об этом заявил главный военный прокурор. По словам Анатолия Матиоса, Гробовский 5 марта уехал в Одессу по личным делам. И не вернулся в гостиницу после встречи с неизвестными. Позднее Гробовский написал в Пейсбуке, что улетел в Шарм-эль-Шех Яхаба для того, чтобы скрыться от преследования. На его странице даже появилось несколько фотографий из Египта. Тем не менее, в ГПУ утверждают, что за пределы Украины Гробовский не выезжал. А фото вместо него размещал в соцсетях один из похитителей, который узнал пароли, снял деньги с карточки адвоката. И которого 16 марта задержали в аэропорту после возвращения из Египта. В ГПУ предполагают, что сейчас адвокат находится в Киеве. Говорить о том, что в любом случае защитник российских военнослужащих Александрова Гробовский выехал или выбил за межи Украины, не приходится. Мы верим, что, я надеюсь, что защитник Гробовский живет. Мы распространяем несколько версий, одним из которых есть как инсценование, про что свечит большинство тех доказательств, которых мы собрали. Хотя мы не выключаем и такого фактора, как побутово с метою гробунку. По факту исчезновения адвоката открыто уголовное производство. Подозреваемый в похищении Гробовского арестован и сейчас дает показания. Следствие также устанавливает всех причастных к этому делу. Место Юрия Гробовского в суде занял Валентин Рыбин. Сегодня новый адвокат российского ГРУшника Александрова впервые появился на заседании. Но до рассмотрения дела по существу снова не дошло. Почему, расскажет Егор Логинов. В свой первый рабочий день в качестве представителя защиты Александрова Валентин Рыбин попросил дать ему время ознакомиться с материалами дела. Три недели. Суд согласился на две. Как выяснилось, новый адвокат мог стать защитником российского ГРУшника гораздо раньше. Но органы досудебного расследования не позволили, говорит Рыбин. У меня договора с женами и Ерофеева, и Александрова заключены еще с 20 мая 2015 года. Я не попал в процесс, потому что я считаю, что и на Ерофееву, и на Александрову осуществлялось давление. Так как по существу рассматривать дело судьи не могли, сосредоточились на процессуальных вопросах. Адвокат Оксана Соколовская попросила выделить ей охрану. Защитница Ерофеева предоставила суду распечатки сообщений соцсетей, в которых ей якобы угрожают расправой. И хотя прокурор заметил, что подобные бумаги не являются доказательством угроз, суд удовлетворил просьбу Соколовской частично. Еще один важный вопрос – избрание меры пресечения Ерофееву и Александрову. Срок содержания российских грыушников под стражей истекает 9 апреля. Защита просила посадить своих подопечных под домашний арест. Обвинение требовало продлить пребывание российских диверсантов в СИЗО еще на два месяца. И вот какое решение приняла коллегия судей. Следующее заседание по делу Ерофеева и Александрова состоится 5 апреля в 10.00. Егор Логинов, Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер. Львовское неравенство. Комитет Верховной Рады по правам человека осудил субботние события во Львове. Депутаты называют нападение на представителей ЛГБТ-сообщества произволом, недопустимым в демократической стране с европейскими ценностями и требуют немедленного расследования. Напомню, участников фестиваля равенства во Львове, неизвестной в масках, забросали дымовыми шашками, камнями и облили зеленкой. В организации Amnesty International также возмущены этим происшествием и считают, что власти города способствовали насилию со стороны праворадикальных групп своими заявлениями о нецелесообразности проведения этого фестиваля. Мэр Львова Андрей Садовой после суток молчания назвал происшедшее провокацией. Никто из дебоширов не был арестован. Полиция ограничилась лишь профилактической беседой. Прокомментировал ситуацию и губернатор Львовской области Олег Синютко на своей странице в Фейсбук написал, что мэр Львова, имея общеукраинские амбиции, собственноручно расписался в своей беспомощности. Ян Тамбинский, глава представительства ЕС в Украине, также осудил нападение на ЛГБТ-активистов во Львове. Как передает пресс-служба этого ведомства, у Евросоюза принципиальная позиция относительно содействия недискриминации лиц на почве их сексуальной ориентации и гендерной принадлежности. Ну, а начальник отдела по борьбе с наркотиками нацполиции Илья Кива пошел дальше и взялся за Святое Писание. На своей странице в Фейсбук он процитировал стих из веткозаветной книги «Левит» с призывами наказывать гомосексуалов смертью. И посоветовал всем читать Библию. Правда, позднее пост свой удалил. И все вот это в преддверии референдума в Нидерландах, от которого во многом зависит судьба Ассоциации Украины и ЕС. Плебисцит Незагорабина, до него чуть больше двух недель, а пока в Киев приехали голландские депутаты. С кем они встречались и о чем говорили, узнаем от Ольги Рыцарь. Депутаты Палаты представителей парламента Нидерландов впервые в Украине. Эту встречу украинские политики называют историческое. Нидерланды единственное государство Евросоюза, которое пока не ратифицировало договор Ассоциации Украины с Евросоюзом. И хотя сегодня во время визита оказалось, что большинство политических сил в парламенте Нидерландов поддерживают украинскую евроинтеграцию, скептиков тоже хватает. Как говорят члены делегации, прежде всего боятся наплыва беженцев из Украины. Как пример, я наводила то, что попри величезную кризу, которую мы имеем, связанную с войной, Украина самостоятельно даёт себе раду и с внутренне перемещенными людьми, фактически и с беженцами, и с окупированной территорией, яких я примерно полтора миллиона, но никто не чувствует загрозы от этих людей, потому что эти люди, они и отданы всё равно Украине, и они не используют, и никто не рассматривает подальшую интеграцию. В том, что евроинтеграция выгодна не только украине, но и самой Европе, в частности, нидерландцам, убеждали сегодня депутаты Комитета иностранных дел. В гости к прессе не выходили, поэтому их мнение и позицию узнать не удалось. За закрытыми дверями, как утверждают нардепы, голландцы рассказывали, что многие жители готовы голосовать против Ассоциации с Украиной просто из-за скептического отношения к Евросоюзу в целом. К сожалению, украинцы могут стать заложниками настроений евроскептиков. Свою лепту в агитацию против ЕР и интеграцию Украины вносит и Россия. Но каким бы ни был исход голосования, депутаты уверяют, референдум совещательный, на процесс ратификации особо не повлияет. Члены парламента Нидерландов выразили свою поддержку украинскому народу в его стремлении стать полноправными членами европейского сообщества. Также на встрече обсудили ход расследования крушения малазийского Боинга над Донбассом. Эта катастрофа, говорят украинские депутаты, существенно повлияла на мнение многих голландцев. Ольга Рысар, Никита Исайко, подробности, телеканал Интер. Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону. Что стало ее причиной? Когда расшифруют черные ящики? Предварительные итоги расследования, возможно, обнародуют в течение месяца. Но подробнее о том, что сегодня происходит на месте трагедии, узнаем у Юлии Крючковой. На месте крушения Боинга закончены все работы. Отчитались в российском МЧС. Все обломки авиалайнера собрали и вывезли. Взлетно-посадочную полосу отремонтировали. Сегодня утром в ростовском аэропорту приземлился первый после крушения дубайского Боинга борт. Самолет МЧС. После него начали принимать и гражданские самолеты. Не боюсь. Я уже перебоялась. Мне надо было вчера вылететь. Но мне перенесли рейс на сегодня. Все нормально. Улетели от нас рейсы в Санкт-Петербург, Ереван, в Москву. К нам прибыли рейсы из Москвы, из Екатеринбурга. То есть мы потихоньку входим в штатное расписание. О трагедии в ростовском аэропорту напоминают горы цветов, игрушек и свечи у международного терминала. Горожане до сих пор едут сюда почтить память погибших. Ужасное чувство невозможно объяснить. Мы живем в этом городе. Поэтому считаем, что не приехать это было бы неправильно. Царство им небесное, вечный им покой. Мы всегда с ними, никогда не забудем их. Родные погибших до сих пор съезжаются в Ростов. Сегодня под украинским консульством мы встретили сразу две семьи наших соотечественников. Они сдали анализы для ДНК-экспертизы. Когда смогут забрать останки родных, неизвестно. Друга и сына. У меня погибла дочь Сергеева Анна Васильевна. Она жила три месяца в Дубахе, работала там. Летела сюда, у нее закончился срок визы, и она летела для продолжения визы сюда. Анализы для генетической идентификации тел погибших сдали уже более полусотни родственников. Исследование 183 фрагментов тел займет не менее двух недель. Напомню, на борту Боинга авиакомпании Flight Dubai находились 62 человека, в том числе четверо детей. Выживших нет. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский. Подробности телеканал Интер. Ростов-на-Дону. В зоне проведения АТО боевики активизировались в двух направлениях. Самой горячей точкой остается район Авдеевки. Здесь наших военных атаковали из танков и минометов. Возле Дебальцева украинские позиции накрыли огнем гранатометов и минометов. Все подробности с передовой расскажет Ирина Баглай. А сейчас очень быстро уходим сюда. Только перебежками нога в ногу вся территория простреливается. Сюрпризы наемники могут оставить и на дороге. Так вчера на фугасе подорвались на ЗИЛе двое бойцов. Каждый дом разбитый или сгоревший. Попадание практически в каждый. И в каждом из этих домов может быть противник. Вот соседние дома. Они подходят на пять метров. Начинают уже они поближе пристреливаться. Вот сегодня ночью вот так уже волны за забором стелили. Я говорю, Бэха стреляла тоже рядышком. Танчик работал. Танк и тяжелая артиллерия в районе Авдеевской промзоны работают почти каждый день. Причем патрули ОБСЕ уже не сдерживают наемников. Стреляют даже при белых касках. Миномет отрабатывал поселок, то есть подача лупила, там сколько штучки четыре дни не упало. Именно непосредственно на дома. Да это приглашение в гости. Но военные не теряют силу духа. К тяготам службы относятся с юмором. Тепло. Есть мантра, на чем спать. Ну слава богу, это еще, я скажем так, люксовый вариант. Сначала артиллерия, потом пехота. Как по расписанию с наступлением сумерек, боевики пытаются прорвать оборону Авдеевки. Сегодня, видимо, задались целью отрезать армейцев от дороги. Подходят прямо сюда, аж до вот этих вот домиков бывают. На шахтеров это точно не похоже, потому что шахтер и близко до такого не додумается. Тут, видимо, что работают спецы. В условиях городского боя главное не попасть на прицел снайпера. Военные говорят, оптикой наемников вооружили. Калашник, допустим, работает как по направляющей, а 7,62 уже лупит наверняка. И это уже здесь заходит дорогая. Пока в городах сетуют на холодную весну, здесь на передовой хрустящему снегу рады. Ведь в таких условиях зачастую и тепловизор не спасает. Вся надежда на внимательность. Ещё одни сутки закончились неудачной атакой для боевиков. Хотя в руках у военных только автоматы и пулемёты. Пока в этом районе находилась миссия ОБСЕ, противнику удалось капитально укрепиться. Ведь Авдеевская промзона для них плацдарм, для провокаций. Но почти каждый день они платят за это своей жизнью. Ирина Баглай, Сергей Дубинин, Николай Терещенко из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. За время проведения АТО на Донбассе погибли 2055 военных. Более 7 тысяч ранены. С 2014 года и по сегодняшний день на территории так называемых ЛНР и ДНР обнаружены 62 лагеря. За это время там побывали 3000 украинских военных и гражданских. Такую печальную статистику озвучил сегодня военный прокурор Анатолий Матьяс. С начала АТО военная прокуратура открыла более сотни уголовных дел и почти три десятка уже в судах. Передадут их и в международный суд. Сегодня военный прокурор также сообщил предварительную сумму ущерба от аннексии Крыма. По передними висновками фахивцев, а также экспертиз, размер взбитков, завданных украинской державе, в результате аннексии Российской Федерации в Певострову Крым, становится более 1 триллион гривен, исключено вартости, нерухомости и инфраструктуры государственных предприятий, без врахования территориальных втрат, а также приватной властности на территории Певострова. Конституционный суд Украины завтра продолжит рассмотрение закона о люстрации. Напомню, ряд нардепов еще в прошлом году обратились в суд, заявив, что закон нарушает права человека. Такое же мнение уже неоднократно высказывала и Венецианская комиссия, на прошлой неделе вновь заявив, что украинская люстрация не соответствует европейским нормам права. В украинском Минюсте уже больше года кормят европейцев обещаниями внести правки. Что помешало на этот раз, выясняла Оксана Григорьева. Украинский закон о люстрации нарушает права человека и должен быть изменен. Об этом в очередной раз заявил глава Венецианской комиссии Джанни Букикио в эксклюзивном интервью нашим журналистам. Я уже неоднократно говорил, закон в нынешнем виде должен быть изменен, потому что он не полностью соответствует европейским стандартам и принципу верховенства права. Сам по себе он не очень хороший закон, поэтому мы рекомендуем документ изменить. Применение закона к людям, конечно, может рассматриваться судами и, в конце концов, судом по правам человека в Страсбурге. Еще в конце позапрошлого года Венецианская комиссия разнесла украинский закон об очищении власти в пух и прах. Документ назвали неевропейским и неконституционным. По мнению лучших юристов Европы, в нынешнем виде закон может стать инструментом не очищения власти, а политической расправы. Мы также решили предложить важные поправки к закону относительно, например, факта, что вина должна быть доказана, а не предполагаться только на основе принадлежности к определенной категории государственных служащих. Все гарантии справедливого правосудия должны соблюдаться. Также люстрация судей должна проводиться на основе другого закона, о восстановлении доверия к юстиции, а не закона люстрации. Мы предложили эти поправки. Министр юстиции согласился прислать новый вариант закона с поправками Венецианской комиссии, но до сегодняшнего момента мы не получили ничего. Надеемся, что министр пришлет поправки, как он обещал, несколько месяцев назад. Уже неоднократно на заседаниях венецианки украинская делегация обещала европейцам внести правки. Однако всякий раз что-то мешало. То оправдывались, что ситуация в стране, мол, сложная, то, например, как министр юстиции Павел Петренко жаловались на проблемы с переводом. Что помешало на этот раз? И удалось ли чиновникам подтянуть английский, мы попытались выяснить у самого министра. Однако наш запрос в Минюсте просто проигнорировали. Впрочем, как и замечание венецианской комиссии. А вот глава иллюстрационного департамента Татьяна Казаченко, убегавшая от нашей съемочной группы в Венеции, заявила, слова Букикио якобы просто перекрутили и замечаний нет. Мы решили позвонить чиновнице, чтобы предложить помощь в переводе. Однако разговаривать с журналистами Татьяна Казаченко вновь не захотела. Я не коментую будь-які темы Интеру, в связи с тем, что вижу только перекручивания. Я не буду коментовать. В принципе, если вы хотите, вы можете зайти на Фейсбук, и я с этого привода даю комментарии и поясню то, что происходит. Но вот юристы венецианской комиссии на Фейсбук украинской чиновницы зайдут вряд ли. Как и не поверят, что украинской делегации не хватило словарей. Непрофессионализм и откровенный обман со стороны украинского Минюста уже подрывают доверие Европы к Украине. Достатньо дымным выглядит ситуация, когда уже тревожный час ждет венецианская комиссия от Минюсту пропозиции, что до изменений, тем больше были желания, почему этого не делается. Вот такими действиями, а вернее без деятельности, в данном случае Министерство юстиции влияет негативно на имидж Украины. И это не додает популярности и плюсов для Украины. Мнение Европы едино. И попытка Министерства юстиции саботировать свои обязательства перед Венецианской комиссией Европы сегодня уже грозит вылиться дискредитацией Украины на международной арене. Этот закон стал инструментом политических расправок, сведения счетов политических. И мы видим, что во многих случаях применение этого закона оно было остановлено решениями судов. Затягивая справками, Минюст создает лазейку для всех, кто хочет избежать люстрации, уверены политологи. Уже сегодня в судах находятся 557 исков от чиновников, заявивших, что их незаконно люстрировали. Трудности перевода могут грозить украинским люстраторам сотнями исков уже в Европейском суде по правам человека. А Киеву — потери доверия со стороны ЕС. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, Вячеслав Медведев. Подробности, телеканал Интер. Едва ли министр юстиции успеет снискать лавры реаниматора отношения Украины и Венецианской комиссии. Вероятно, в своем кресле он досиживает последние дни. О таком будущем нынешнего правительства на своей странице в Фейсбук написал Юрий Луценко. Лидер фракции БПП убежден, что Яценюк не усидит в премьерском кресле третий год. И уже на следующей неделе в четверг в Раде проголосуют за нового премьера и новое правительство. Он пишет также, что и сам Яценюк, и фракция Народный фронт, вероятно, это осознали, а на последних консультациях лишь обсуждают, какой формат следующего Кабмина будет принят в парламенте. А вот за Народный фронт Юрия Луценко ответила Виктория Сюмар, тоже в Фейсбуке. Нардеп написала, что в ее политсиле вопрос технократического правительства не обсуждали, а значит и мнения на этот счет у Народного фронта нет. Но еще как минимум неделю нынешнее правительство будет действующим. Вопрос отставки премьер-министра Яценюка снова откладывают и откладывают сами депутаты. В Верховной Раде не могут собрать достаточное количество подписей, чтобы провести внеочередное заседание. Его, напомню, инициировал глава фракции БПП Юрий Луценко. Заседание планировали на этот четверг, об этом заявила депутат от БПП Ирина Фрис. И вот как она комментирует невозможность собраться 24 марта под Кополом. И вот во что обходится стране каждый день такого политического простоя. По данным Госстата, украинская экономика вошла в действительно крутой пике. Реальный ВВП страны в прошлом году уменьшился почти на 10%. И это по сравнению с переломным 2014, когда уже тогда падение составило порядка 6,5%. Напомню, сначала в госбюджет на 2015 год заложили оптимистически 5,5% падения реального ВВП и 26,7% инфляции. Однако фактически инфляция перевалила за 40%, а падение ВВП по оценкам Минэкономразвития составило около 10%. Нацбанк и Минэкономразвитие уже в два раза ухудшили прогноз ВВП на текущий год. Харьковских депутатов самопомощи обвинили в сговоре с мэром Геннадием Кернесом. Расследование, якобы доказывающее это, опубликовано на местных сайтах. Автор – бывший депутат мэрии. Все подробности расскажут наши корреспонденты. Это новая харьковская автостанция. Ее открыли месяц назад. Удобные кассы, зал ожидания, комнаты отдыха. Строили автовокзал почти три года по схеме государственно-частного партнерства. Деньги вложил инвестор. Инфраструктуру обустроили за счет городского бюджета. Экс-депутат мэрии Анатолий Родинский уверяет, инвестором и партнером местных властей стали нынешние представители местной самопомощи. По его информации, именно семье депутата от этой партии, 27-летней Натальи Коваленко, частично принадлежит завод «Строй-Гидроприбор», на месте которого и возвели автовокзал. Родинский считает, такое партнерство мешает продуктивной депутатской деятельности. Представители самопомощи в Харьковском городсовете 13 человек. Они главные оппозиционеры фракции мэра «Возрождение». Нельзя не работать с городской властью, если вы хотите иметь бизнес, который связан с землей. Вопрос в том, что эти бизнесмены получаются зависимыми от этой городской власти, а значит не могут ей оппонировать. Сама Наталья Коваленко сначала согласилась встретиться с нами, но после отказалась. Не ответила Наталья и о своей причастности к «Строй-Гидроприбору». Официально она лишь работала там юрисконсультом. У нас есть, записалась Коваленко, Наталья, Наталья Александровна. В горсовете Наталья не раз выступала на сессиях. Среди прочего, предлагала выделить больше денег на библиотеке Харькова и провести аудит в парке Горького. Мэр периодически пресекал ее выступление. Пока данные действия не будут предприняты, наша фракция будет воздерживаться от голосования по данному вопросу. Вы можете воздерживаться, сколько вы хотите. Впрочем, такая реакция Кернеса на оппозицию вполне обычная. Представители самопомичи часто не голосуют по спорным вопросам. Политологи утверждают, скорее всего, дело вовсе не в сговоре с мэром. Поведение фракции является отражением неоднородного ее состава. Потому что есть часть людей, сильно настроенных на то, чтобы они, будучи новичками в политике, в местном самоуправлении, что они вот на что-то повлияют. Есть люди конъюнктурные, которые пришли и ничем не отличаются от других представителей старых фракций. Что думает о скандале глава фракции самопомич в Харьковском горсовете Тарас Ситенко, узнать нам не удалось. Он в отъезде. Сама Коваленко утверждает, появление подобных расследований спланированная атака против их политической силы. Ольга Иванченко, Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Депутатская неприкосновенность тревожит не только украинцев. В Бундестаге заговорили о лишении иммунитета немецких парламентариев. После какого скандала возникло такое решение, расскажет Татьяна Лагунова. Сейчас у всех депутатов немецкого Бундестага, как и украинских нардепов, есть иммунитет. И чтобы привлечь того или иного парламентария к ответственности, начать против него уголовное расследование или арестовать, правоохранительные органы должны сначала отправить соответствующий запрос в Бундестаг. Тот собирается на специальное заседание и решает, снимать неприкосновенность или нет. Процедура эта сложная и порой длительная, поэтому председатель парламента Норберт Ламмерт предлагает другую модель. Ее суть простая, делать все наоборот. В интервью одному из немецких изданий Ламмерт заявил иммунитет, нужно вообще отменить, чтобы правоохранительные органы могли делать свою работу и не тратить время и силы на получение особых разрешений. А за парламентом оставить право наделять подозреваемого депутата иммунитетом, если расследование против него не обосновано, либо мешает работе законодательного органа. Причина такой инициативы недавний скандал с депутатом от партии «Зеленая» Фолькером Беком. В начале марта при обыске на улице полиция нашла у народного избранника наркотики. Бек сразу же объявил, что уходит со всех постов, но сохранил депутатский мандат и пользовался неприкосновенностью. В прокуратуре Берлина из-за бюрократических проволочек пришлось дважды просить Бундестаг лишить его иммунитета. В итоге это произошло, но только спустя две недели. Сейчас против депутата проводится расследование. Вопрос об отмене неприкосновенности депутаты Бундестага, скорее всего, рассмотрят уже в ближайшее время. И, как утверждают немецкие политологи, шансы, что они проголосуют за очень высоки. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». ЧП в немецком Гамбурге. На одном из складов в порту города произошла утечка опасных химикатов. Из-за ошибки водителя-погрузчика из цистерны вытекла серная и азотная кислота. Каждая емкость тысяча литров. Над городом повисло облако оранжевого цвета. Жителям близлежащих районов советуют не выходить на улицу, плотно закрыть двери и окна. На месте происшествия сейчас наработают спасатели. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Цепная акция. Новый теракт в турецкой провинции. Кто стоит за взрывами? Обезврежен, но небезопасен. Организатору парижских терактов предъявлено обвинение, в чем он признался на допросе. Несенная ветром. Стихия против сибирской пятиэтажки. Кто победил? Герой Украины посмертно. Петр Порошенко вручил вдове журналиста Георгия Гангадзе Мирославе высшую правительственную награду. Золотую звезду Героя Украины. Напомню, журналист Георгий Гангадзе исчез в сентябре 2000 года. Спустя два месяца под Киевом нашли обезглавленное тело. В январе 2013 суд приговорил исполнителя убийства Алексея Пукача, экс-главу департамента наружного наблюдения МВД Украины, к пожизненному лишению свободы. А вот имена заказчиков так никто и не назвал. Завтра, спустя почти 16 лет с момента гибели Гангадзе, и его останки будут преданы земле на территории церкви Николая Набережного в Киеве. Голосеевский райсуд столицы снова не приступил к слушанию дела бриллиантовых прокуроров по существу, хотя на заседание пришли все стороны. Что помешало на этот раз, расскажет Ирина Романова. К назначенному времени в Голосеевском райсуде собираются представители защиты обвинения. На месте подозреваемые Александр Корнеец и Владимир Шапакин. В народе бриллиантовые прокуроры. ГПО обвиняет их в получении взятки в особо крупном размере – более 3 миллионов гривен. Сегодня их дела начинают слушать по существу. Но адвокат Шапакина сразу же просит суд вернуть его под защитным узалок – более 6 миллионов гривен. Мирозапобежного захода у Шапакина нет вообще. В самом ухвале суду застава не визначалась, как дата ее прекращения. Потому что суд означал, что прекращаются обязательства. В связи с тем, что обязательства были порушены, заканчивались, то, соответственно, и прекращалась застава, которая их обеспечивает. Мирозапобежного захода действует, которая была выбрана еще на досудовом расследовании в виде заставы. Может быть повернута или вырешена доля заставы только при кинцевом решении о криминальном проведении, именно вырок. Коллегия судей отправляется на совещание. Через час выносит вердикт – оснований для возвращения Шапакину залога нет. Я ее не вносил, поэтому он вносил в мой близкий друг, с которым мы знакомы 24 года. Понимаете, что скрутное становление добровольно внес, запропонял сам свои послуги. Адвокат Александра Корнецца туда же сначала пожаловался, что при обыске в доме Корнецца взяли вещи его жены и четырех детей и не вернули, но доказательства этого не предоставил. А дальше заявил ходатайство о снижении размера залога с 3 миллионов до 110 тысяч гривен. Была устная договоренность, что грешевые деньги будут повернуты до конца 2015 года. Греши на заставу надала мне другая защитник. Где она их взяла, я не знаю. Внесла эту заставу, и я вышел с лечоизолятором. Посовещавшись, судьи решили и здесь оставить все без изменений. Полдня заседали, а до рассмотрения дела бриллиантовых прокуроров по существу так и не дошли. Слушание перенесли на среду. Ирина Романова, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Транспортный коллапс. Сотни фур на таможенном пропуске Ягодин на границе с Польшей. Водители ждут оформления документов по несколько дней. В чем причина и когда движение восстановится, узнаем от наших корреспондентов. Таможенный пункт пропуска Ягодин. Очередь из машин растянулась на 5 километров. Сотни фур на обочине ждут, когда таможенники и пограничники оформят документы, и они смогут пересечь границу. Если ты в досмотр попадешь, начинают досматривать, если там, как изменяют, как оформляют, пересменка три часа тревает. Наша, как меняется, то это таможенная на 2 часа выключена точно с работы. В среднем, ну, машина проезжает, если брать, вот, ну, за полчаса полметра. Александр стоит в пробке вот уже два дня. В машине оборудовал кухню. Рядом с фурой пристроил умывальник. Вот только есть одно существенное неудобство. Украинские таможенники оправдываются. За смену эту 12 часов оформляют по две сотни машин. Говорят, очередь образовалась накануне выходных. Да еще и польские коллеги слишком медленно работают. Соседи-поляки уверяют, у них никаких проблем. В субботу-воскресенье работали, как обычно. А скопление фур произошло случайно. Такое затрудненное движение иногда происходит на восточной границе. Да, такое иногда происходит. Я думаю, что через пару дней все будет спокойно. Водители же надеются, что сегодня смогут пройти таможенный контроль. Иначе их ждут большие штрафы за несвоевременную доставку товаров. И там же, во Львовской области, сотрудники СБУ изъяли партию янтаря на 10 миллионов гривен. По данным спецслужбы, злоумышленники, а ими оказались жители Луганской области, наладили незаконную добычу камня. И уже обработанный янтарь переправляли контрабандой через Европу в одну из стран Азии. И под Киевом также был раскрыт цех правонарушителей. Там обнаружили еще 200 килограммов солнечного камня. Начали в полдень, но решений нет до сих пор. В Шевченковском райсуде столицы избирают меру пресечения Азовцу Станиславу Краснову. На месте находится моя коллега Елена Митясова. И она с нами на связи. Лена, расскажи, как прошел день и что сейчас происходит в суде? Наталья, добрый вечер. Уже более пяти часов в Шевченковском райсуде решают оставить под круглосуточным домашним арестом или отправить в СИЗО Азовца Станислава Краснова. Главу гражданского корпуса Азов Крым задержали в конце февраля. Обвинят в шпионаже, незаконном обращении с оружием и подготовке теракта. За защитой адвокаты Краснова всячески пытаются убедить суд в том, что их подопечный не опасен и не собирается бежать. А сегодня днем суд арестовал имущество Краснова. Слечным судом было принято решение о накладении ареста на все вылеченное майно. Это большая сумма грешевых денег. В долларах, в гривне, российские рубли, белорусские рубли. Были вылечены также определенные ряды, которые переданы на экспертизу для установки, что могли бы они быть элементами вибуховых пристроек, вибухивки. Также было вылечено, на данный момент не установлено следствием, что это макет, что это мисловская оружие, а в огнепальность АКСУ-74. Проводится исследование. Правозащитники Краснова за сегодня трижды просили отвода судей, но их ходатайство отклонили, после чего в ход пошли иные прошения. Адвокаты стали требовать привлечь к делу независимых судэкспертов, так как считают, Краснов по состоянию здоровья не может содержаться в СИЗО. А после заявили, что Краснов до сих пор является действующим милиционером Симферополя. Сейчас судья удалился в совещательную комнату. Чем закончится сегодняшнее заседание и какую меру пресечения изберут Краснову, мы расскажем вам позже. Студия. Спасибо, Лена. Елена Митясова об избрании меры пресечения Азовцу Станиславу Краснову. На Мариупольском направлении зоны АТО, недалеко от Бердянска, наши военные были вынуждены открыть огонь по вражеским беспилотникам. Кроме этого, боевики шесть раз обстреливали наши позиции в районе Широкино, Красногоровке, Новотроицкого и Марьинке. Обо всем подробнее расскажет Станислав Кухарчук. В сопровождении военных мы выдвигаемся на позиции вдоль окраины Марьинки. Ходить пешком здесь опасно. Работает вражеский снайпер. И время от времени территория простреливается гранатометчиками. С другой стороны Александровки. Проводили минометы. Васильки все-таки поработали. Красоту. Но последнюю неделю здесь относительно спокойно. На провокации боевиков военные отвечают только в случае крайней необходимости. Боец с позывным код внимательно изучает вражескую территорию. Буквально в 500 метрах видны их флаги. Второй день подряд с тех позиций стреляет снайпер. Но похоже, что сегодняшний снегопад подпортил ему планы. Ротацию боевиков каждые две недели. В штабе бригады не исключают, что спокойствие под Марьинкой связано именно с пересменкой вражеских подразделений. Или это российская армия? Скорее всего, новые силы российской армии, которые, скажем, подкрепляют те же, возможно, где-то втомленные силы. Эта тенденция уже, наверное, давно проследуется. Уже трактористы свои отвоевали. Но наши бойцы к такому сценарию готовы. Позиции возле Марьинки укрепляются каждый день. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Николай Кондратенко. Подробности телеканал Интер Донецкая область. Очередной теракт в Турции, в провинции Дияр-Бакыр на юго-востоке. В результате взрыва автомобиля погибли трое сотрудников сил безопасности. Припаркованная машина взлетела на воздух, когда рядом проезжал патрульный автомобиль. И в этом же районе, в ходе еще одной атаки, был убит офицер полиции. В организации этих нападений подозревают террористов из рабочей партии Курдистана. Турцию захлестнула самая большая и кровавая волна терроризма. Наша позиция отвечать им новыми методами борьбы. И я верю, скоро мы увидим результаты. Он будет сотрудничать с полицией. Говорит, скрываться больше не было сил. Салах Абдеслам, член смертельной команды ноябрьских терактов в Париже, общается с публикой через своего адвоката. О чем он поведал и готовил ли, несмотря на эту усталость, новые теракты? София Гордиенко подробнее. Излюбленная тактика адвокатов. Показать преступника, как раскаивающуюся жертву обстоятельств, которые ничто человеческое не чуждо. Похоже, именно такую линию защиты выбрал бельгийский адвокат Свен Мари для своего знаменитого подзащитного. В свои 43 года он заслужил прозвище «защитника негодяев». Среди его клиентов сообщник знаменитого в Европе маньяка-педофила Марка Дютру и проповедник исламского радикализма «Объединение шариат для Бельгии» Фуад Балькасем. Нынешнего подзащитного Салах Абдеслама Свен Мари вызвался опекать сам. Он сотрудничает с бельгийской юстицией. Вы ему посоветовали отказаться от экстрадиции? Да. Адвокат рассказал, его клиент после задержания вздохнул с облегчением, ведь, как утверждает Абдеслам, больше был не в силах скрываться. Правда, вот это новое видеозадержание, опровергает слова адвоката. Вот окна квартиры тети Абдеслама и его двоюродных братьев. Полицейское окружение, даже пес, оснащенный видеокамерой, на готове. Дверь распахивается, и террорист бежит. Его останавливает пуля. О том, что было на уме у Абдеслама, спорят политики и правоохранители. Министр иностранных дел Бельгии уверяет, террорист планировал взрывы в стране. Полицейские допускают. Бежав под прицелами автоматов, он намеревался попасть под пули и погибнуть. Но жители Маленбека уверены, хоть террориста и поймали, дело его живет. Здесь до сих пор у него много подельников и соучастников. Надеюсь, что их задержат, и чем быстрее, тем лучше. Самых преданных друзей Абдеслама взяли вместе с ним. Это семья кузена, скрывавшая террориста. Вот он, Абид Аберкан. За неделю до задержания нес гроб с телом Браима, брата Салаха, вздорвавшего себя у парижского ресторана Комптуар Вольтер. Теперь живой участник терактов для правосудия на вес золота. Он был логистом, резервировал гостиницы, подвозил камикадзе на место. Не самый умный из всей команды, единственный, кто не был в Сирии. Но может дать много информации по делу 13 ноября. Через два с половиной месяца максимум Абдеслама из суперохраняемой тюрьмы в Брюге должны перевезти во Францию. Несмотря на то, что его адвокат выступает решительно против. Если в Бельгии растрогать публику историями о трудном детстве Абдеслама еще можно, то во Франции слишком живы воспоминания о 130 соотечественниках, погибших в ноябре. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности. Телеканал Интер Брюссель. Кубинская оттепель. Президент США Барак Обама с историческим визитом на Кубе. Он первый почти за 90 лет американский лидер, который посещает Остров Свободы. С подробностями наш собственный корреспондент в США Тихон Зитко. Визит президента Обамы – кульминация процесса улучшения отношений между США и Кубой. Возобновление дипломатических отношений, открытие посольств, встреча двух лидеров. И вот первый с 1928 года визит действующего американского президента в Гаванну. Обама прилетел со всей семьей, супругой Мишель, дочерьми и даже тещей. В аэропорту его встречал министр иностранных дел Кубы. После этого прогулка по Старой Гаванне, возложение цветов к мемориалу национального героя Кубы Хосе Марти, посещение музея, где Обама позировал на фоне портрета Линкольна, и встреча с сотрудниками недавно открытого американского посольства. Я рад, что вы здесь со своими семьями. Вы знаете, что я люблю фотографироваться с детьми. Это наше будущее, на которое мы возглавляем надежды. Надеемся на то, что когда молодые кубинцы и молодые американцы вырастут, визит американского президента на Кубу будет для них естественным событием. Сегодня политическая часть визита у Барака Обамы, встреча с кубинским лидером Раулем Кастро, государственный ужин, обращение к кубинскому народу и общение с диссидентами. Собственно, улучшение ситуации с правами человека на Острове Свободы было одним из условий визита американского президента. И многие в США говорят, что он поторопился. Как будто в подтверждении этого в Гаване за несколько часов до прибытия президентского самолета задержали участников протестной акции против репрессий. За последние месяцы связи между США и Кубой укрепились. Так, например, между двумя государствами теперь курсируют десятки рейсов ежедневно. И очевидно, что это только начало. В составе делегации Обамы немало бизнесменов, в частности представители гостиничного бизнеса. Кубинцы от этого визита ждут прогресса в вопросе полного снятия экономического эмбарго. Впрочем, это прерогатива Конгресса, в котором немало противников кубинской утепели. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. Миллионеры Нью-Йорка требуют повышения налогов. Почему они так спешатся расстаться со своими деньгами? Об этом и не только в нашем обзоре. Взрыв в центре Белграда. Смертник бросил гранату в кондитерской, принадлежащей бывшему министру культуры Сербии Братиславу Петковичу. Свидетели говорят, что за несколько минут до этого слышали стрельбу. Также известно, что перед тем, как привести устройство в действие, мужчина заставил всех покинуть помещение. Мотивы такого поступка пока неизвестны. Экономия за счет правительства. В Мьянме отказываются от 15 министерств из 36. Сэкономленные деньги, это более 4 миллионов долларов, власти собираются потратить на образование, здравоохранение и развитие сел. Раньше в Мьянме создавали министерство для каждого генерал-лейтенанта, если ему не доставалось соответствующей должности в армии. Миллионеры Нью-Йорка умоляют повысить им налоги. С такой неожиданной просьбой более 40 толстосумов обратились к губернатору штата Эндрю Куомо. Они намерены отчислять в бюджет хотя бы на 1% больше средств. А учитывая их доходы, это очень существенно. Миллионеры считают, деньги могут пойти на борьбу с бедностью. Среди подписантов обращения представители таких богатых династий, как Рокфеллеры и Диснеи. 27 марафонов за 27 дней. Британский комик Эдди Изард пробежал больше 1100 километров по дорогам Южной Африки. В процессе пережил солнечный удар, боролся с обезвоживанием и усталостью. Говорит, это было самое сложное испытание за всю его жизнь. 54-летний Изард устроил забег с благотворительной целью и собрал пожертвований на миллион фунтов. Деньги пойдут в помощь детям. Сокрушительный ураган прокатился по Сибири. В Красноярском крае ветер был настолько сильным, что полностью сорвал крышу с пятиэтажного жилого дома. Эти шокирующие кадры удалось снять очевидцам. Металлическая конструкция свалилась во двор. Чудом никто не пострадал. Дикие слоны атаковали деревню Индии. Жители попытались прогнать животных. Один человек поплатился за это своей жизнью. Слон подбросил его хоботом и растоптал. Отбившихся от стада животных не удалось успокоить и лесникам. В последние месяцы в Восточной Индии нападения слонов участились. Кошка-воришка терроризирует город Гамильтон в Новой Зеландии. Она охотится на мужское белье. За два месяца самка по имени Бриджит приволокла домой 11 пар трусов и больше полусотни носков. За добычей воришка выходит по ночам. Ее хозяева сейчас ищут пострадавших, чтобы отдать награбленное. Подробности UA это наш сайт, где информация обновляется постоянно. Хороших вам новостей. До встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok